Хлеб есть не хотели, всё время просили риса, а вот русские женщины пришлись по вкусу. Чем пленные японцы удивили советских граждан? Много источников рассказывают о пленных немцах, но о жителях Поднебесной в советских лагерях известно мало. Между тем, их находилось на территории СССР тысячи. Возможно, мало информации о военнопленных японцах, потому что они находились далеко от центрального региона. Большинство осталось на Дальнем Востоке и в Сибири. Немного сухой статистики. По данным СССР, всего пленных из Японии было более 600 тысяч. По данным самой страны восходящего солнца, цифры были около миллиона. Где же правда? Даже в сухих цифрах много нюансов. Каждая сторона всегда показывает свои данные, а истина при этом находится где-то посередине. Итог 1. После разрухи и потери ВОВ, разбрасываться рабочей силой не было возможности. Поэтому военнопленных привлекали к принудительным работам. Правляли на самые тяжелые производства, где жалко было своих людей. Японцы не оказались исключением. Невысокого роста, субтильные, они быстро умирали буквально пачками. Но те, кто доживал, довольно легко ассимилировались и не захотели возвращаться на родину. Даже женились на русских и заводили свое хозяйство. Почему? Все просто. Ответ скрывается в особенностях самого национального характера и традиций Японии, которая очень отличается от других государств Юго-Восточной Азии. Воинская доблесть там – дело принципа. Прийти с войны живым, когда погибали товарищи, было нельзя. По нормам высшего воинства самураев, такой воин считался опозоренным. Единственным выходом для него было харакири – покончить с собой. На родине такого человека никто не ждал. Он считался умершим даже для родственников. Поэтому даже после освобождения японцы не спешили возвращаться на родину. Чем еще удивляли русских пленные из страны восходящего солнца? Вот такими их вспоминают советские люди тех лет, которые общались с японскими военнопленными лично. Хлеб они почти не ели и все время просили риса. Конечно, на самом деле пленные ели все, но хлеб был им непривычен. А русские не понимали, почему они все время просят риса, который в Советском Союзе был непопулярен. Строжайшая иерархия была даже среди тех, кто оказался в одном положении. Казалось бы, что делись знатым офицерам и простым солдатам из Японии, когда уже оказались в одном лагере. Но даже в этом положении высшие чины почти ничего не делали. Они только командовали, наказывали простых военных, своих земляков. Они были очень чистоплотные и не упускали ни одной возможности помыться. Несмотря на свою стыдливость, японцы при первой возможности отправлялись мыться даже на виду у всех. А вот туалет всегда устраивали особо. У них не было привычки ходить куда попало, в кусты например. И это все очень удивляло наблюдающих за ними коренных жителей. Хлеб есть не хотели, все время просили риса. А вот русские женщины пришлись по вкусу. С ними охотно сходились и даже заводили семьи. Несмотря на то, что японцы среди азиатов также самые однозначные нацисты и не признают у себя в стране иностранцев, исключат их из своего круга общения, в СССР им пришлось подстраиваться под реалии жизни. Многие из них даже говорили, что лучше русской женщины нет. И это не удивительно, ведь в русском национальном характере женщин причудливо сочетается душевность, теплота, склонность заботиться с внутренней силой и умение выдерживать любые трудности. Знали такие факты про особенности японцев и их жизни в СССР после окончания Великой Отечественной?